доброго времени суток всем дорогие друзья здравствуйте прекрасные люди вон он еще и все время залезет он вот пустой а там снизу нет видите он до сема залазил всем потом злится он и так сегодня злой как собака видно погода действует гимнаст гимнаст стенку метровой до семян сегодня твой как собака и погода видно и это я еще пособирала все хохоряшки только эти нижние старываем сидели вот ноги занят занял место она стирается и сразу сушится половик потом в последнюю часть пойдет где-то носится щи за щи заносится тут еще рано товарищ мой дорогой еще рано шторы прошлом году у меня веселье кто смотрит меня давно пой не пой буду выдерживать мышку себе он вытащил видите ухо своей честь белая тюль обыкновенная до висела ведь вот это живот и вот это вот товарищ белоснежка они мне и взорвали всю в пух и прах сперва с этой стороны а потом добрались из той стороны в пух и прах и я ее сняла и выкинула сразу но теперь вот эта короткая они залазят да и все равно дерут ее но тут не сильно заметно тут только вот что ведь уже нитки по вытягивали вот вытягивали вы засранцы и вы засранцы и с ними ничего нельзя повешать слава богу снега нету сейчас плюсовая температура туманчик с утра был сильным туман ждите ждите а сейчас хохоряшки выстираются высушится и потом уже покормлю чтобы вы спокойно легли спокойно чтоб легли понимаешь потому что сейчас вас покормлю и вот это будет дорогу переграждает потом будет это никакого спокойствия не будет ты же будешь бегать и орать все равно так покушаешь и спокойно ляжешь бай бай терпи чуть-чуть осталось вальяжной походкой вышкребся конец наконец-то вышкребся весь крик с да сами курт уже хочет но во первых еще рано васинг на счет от меня уходишь вот он нервный сегодня сегодня нервы забрала всего них он не на меня даже шипел за то что забрала у него сидушку шипел как собак да и хаукал но это привычно ужина мы не боимся делаем вид что боимся сами боимся грибю достищите вычистящая весной весной весен ёпч anvise гушели назад то в пире и усифика требовала вот на эти вот ущербович его еще блокную резю лучше бог мой лизе такой код чё бы не вытворил покричишь на него и все равно опять выйдет зайдет выйдет зайдет показывает свой характер данных показ показывает тут нам показа не показываю все будет одинаково не трогай зеркало всем не надоел в туда-сюда и на ума на уходить ждите и ждите ответа и ждите ответа ждите машинка слышите там вовсю трудиться для вас сейчас все будет сейчас все будет надо идти работать надо идти работать видно точно какая-то аллергия теплась по глаз припух я вчера так пирог и не спекла пирожочек яблоками покушала чай попила стирки доделала до конца пошла погладила сегодня опять гашка есть гадить буду опять и все и пирожок отложила на сегодня очень у меня там скворчит пыхтит сейчас делаю обед для дочери дочь уже прискакала тоже сегодня рано закончили сегодня даже не даже не вздумать понял вот сюда вдумать так как птица сзади ноги милок давай давай ну давайте виси виси и виси и виси и виси взлетит нас чего-то там влет где мы взяли сынок хочет мне у них старику потерялся старая кошка вот такой же этот я купила такой и потом все мы начали таки покупать у нашего отца у жорика такой дом он залазит на самом верх это отец все мы и этого лисика вот бенгалку а у сынов старшего лиска кошка уже старенькая с одного поймета с нодиком они не могут они будут только я уже показывал данную первую ступеньку только завозят и все она вообще перестала на залазить куда-либо сам говорит забери или мы куда-нибудь определим явно если вы никуда не определите то я заберу и придется меня им тут сафари устраивать 2 ставить столб ну и пусть скачут пусть скачет развлекается вы пойду что-то у меня уже шапить горить девчонки что хочу все время забываю да я вернее youtube мне как-то предложил и очень прекрасно вообще люблю видео смотреть те которые знаете у людей которые не пишут себе сценария видя свой канал я сама такая вот как есть на духу так и понеслось да и вот нашла такой канал вернее его не искала до youtube не в рекомендации предложил как-то одним вечером я да я искала какое-либо видео кино не хотела смотреть знаете как-то она смотрела что не фильм то одни войны войны да вообще я смотрела фильмы всегда про войны про войну великую отечественную меня это дерет до глубины души и да и всегда думала что больше не но это раньше думала когда детям еще было что больше этого никогда не случится если честно когда брежнев умер да я была ребенком я помню что мой друг михаил которого сейчас нету живых да я сидела дома закрытая со своим братом мать была на работе и это практически все детство так прошло тот период а пока брат был маленький и он не подбежал их замочную скважину кричит снежанка брежнев умер брежнев умер да и я так напугалась честно тогда не знаю почему но вот это вот все в нас вложено да патриотизм лизнинизм и все остальное прочее ой куды ты и шезла ой сколько тут всего оно все в нас внутри сидит во многих да практически во всех и я не скажу что это хорошо в моем случае это сыграло со мной очень большую и плохую шутку как я рассказывала вернее это не шутка далеко не шутка которая до сих пор аукается и будет до конца моих дней аукаться на не дай бог бы конечно но так она есть вот и я думала все вот теперь будет война да и военные фильмы смотрелась таким патриотизмом и когда сюда приехала чистокровная немка родственники и стоит с другой стороны все живущие уже германии а я приди приехала с чувством предательства да и сама не могла бы понять кого предала зачем предала но это чувство я вам честно скажу до сих пор на мне сидит и это разве хорошо кого я предала никого по сути да столько людей меняют страны проживания да а а мы вот ну вот такие мы и это не есть хорошо то что в нас засунули да еще тогда патриотизм хорошо но я вам скажу девчули и мальчули кто меня слушает вот будьте патриотами своей семьи своих детей своих внуков даже не будьте сильными патриотами своих вторых половин вторые половины могут меняться а вот дети внуки это вот то чему надо быть патриотом это мое мнение да и я его толкаю в массы этому учу своих детей всегда учила да вот но это отклонение в общем мне надоело смотреть эти фильмы уже да с этим патриотизмом и все конечно хорошо да то что советский союз победил фашизм и сейчас что творится опять под названием вот этого всего умирают люди да и стоит с этой стороны это просто какой-то ужас и знаете да это столько сейчас наверно коснулась и многие из нас задумались только сейчас обо всем этом да хотя в мире войны не прекращались никогда никогда всегда умирали люди если до сути разобраться то люди умирают на на наш простой народ нации простого народа всего мира умирают из-за денег нации системы всего мира система с нами делает все что угодно как делала при советском союзе так сейчас с нами делаю тут да и с вами там в каждой стране система к сожалению нами рулит а мы как я думаю как ее самовца вы меня сумма там дерется мы к сожалению идем за этой системой да и многие люди в них сидит вот этот патриотизм они сами не знают к чему идут они разрушают свои семьи могут убить своих родных и близких до своих детей выгоняют из домов проклинают вот еще что самое главное я не сказал будьте патриотами господа бога пойдемте посмотрим что они там делать ой девчули мальчули иду медленно у меня ноги мои совсем я не знаю из-за погоды или сейчас время пришло я очень сильно хрома и стоять вообще не могу шоу будьте к взгляд как они мне надоели данных мне тоже ну и и залезли опять вдвоем в одном и шоу а чё прячьте свои наглые моси стыдно да что вы боксуетесь что вы деретесь вот скажите мне на милость ой горшок уже надо убирать в общем сейчас нудик еще чуть-чуть осталось сейчас они успокоятся я вас покормлю они лягут спать в конце концов да покой придет в наш дом чем девчонки и мальчишки хромаю стоять постою потом вообще идти не могу что-то мои ноги совсем меня подводят а вот но я все равно буду ходить выше я не сдамся вот и будьте патриотами господа бога нашего до отца нашего небесного вот будьте его патриотами идите и живите заветами его до один из главных заветов это не убей не убей вот отсюда и следует да он нам дает детей души который посылает на землю которые мы должны ответственно пронести в этой жизни до то что я вам хотела рассказать я наверно не буду меня все время что это останавливает да я думала ну что это проделки падшего ангела да сейчас уже думаю наверное это господь бог не хочет чтобы я этого делала я еще посмотрим дальше да ну в общем мне попался один человек который сказал такую историю после которой вот я последний раз когда у меня голос сразу пропал и заболела сильно две недели отходила да ну я уверен уверена что это под подстегнула ту болезнь до которая мне предстояла моими переживаниями туши меня назад укатила в яму да поэтому будьте патриотами божьими там где продвигается любовь или хотя бы уважение друг другу но будьте вы милосердны друг другу мы люди склонны и наверно сочувствовать друг другу только тогда когда беда касается именно нас шкур на да да только тогда мы можем оценить цену ущерба да то что началось да в этом году и продолжается к сожалению до сих пор многие из нас не задумывались да а многих шарахнуло сильно сразу изначально почему хотя такое продолжается на земле как я сказала после второй мировой да еще не останавливалась никогда вообще не останавливалась уже еще с каких веков до что мы просто уничтожаем сами себя друг друга плевать под каким лозунгом мы уничтожаем сами себя как понять не можете этого и нами рулят нами правят а мы как бы идем и идем и идем но повернитесь оглянитесь загляните внутрь себя посмотрите на своих детей да и и многие я говорю когда это все началось многих шарахнуло сразу а многих только сейчас когда коснулась то что детей забирают на смерть да вот только сейчас но слава богу что хоть сейчас проснитесь проснитесь не уничтожайте друг друга если мы сами себя не будем уничтожать если мы не будем идти под любыми лозунгами созданные системой всего мира ничего у них не получится ничего у них не получится и не ведитесь на то что численность населения там как было еще вот при короне до сказано что нужно как как там один такой богатенький человек говорил что надо уничтожить численность населения дабы перед не перенагрузить землю для этого есть бог никогда не становитесь богом не решайте то чего вам не дано он за всем следит за всем следит и ему помощники не нужны знаете что если вот такая мысль завелась голове то вы помощники становитесь падшего ангела но никак не бога сейчас я тут доделаю и все-таки вернусь канал я перешла сюда присела на мой на мой место на мой мест да вот потому что ну что ты совсем ноги меня не хотят держать ужасно сильная боль в позвоночнике в пояснице и вот ноги отказывают вот наталия и вязание да вот попала я на этот канал совершенно случайно и очень-очень обрадовалась у нее здесь правда наталия если вы меня смотрите отзывитесь очень редко делаете видео я хочу больше что хочу сказать тем кто еще не знает да вот это вот имя до прицепили нам ютубовцам сюда его можно изменить да у меня есть сейчас покажу как я просто написала там свою для чего это youtube новшество воде да у нее 504 подписчика всего давайте девчонки поддержим хорошая женщина я как поняла она ну я точно знаю что живет на северном урале у нее здесь написано да она пенсионер по инвалидности и вот вяжет одна из наших одна из нас в конце вам прицеплю как он по вечерам веселит тут нас сегодня такое да развлекательно болтательное будет видео покажу конечно этот пирожок свой как с яблоко не сделают под изменю чуть-чуть так вязание свое показывать пока не буду это потом я девчули краснули и мальчули симпатюли выписала снова пряжу лучше поделать но такая придет пряжа я вам покажу и хочу сказать то пряжа которая я вам говорила ползет ко мне да она уже даже не ползет я уже вижу вижу веду борьбу с хозяином этой пряжи он может отслеживать пересылку да я не могу и не знаю какой почтой он послал он смотрит и говорит что она пересекла германию до границу германии рюгерсдорф по моему мне писала или рюгенсдорф забыла неважно не судила да и там остановилась просит меня чтоб я здесь зашла и узнаю как я зайду если я не знаю какую почту да как связаться такие странные а деньги и теперь по моему еще ангору выписала я трема . да вот такая у меня ангора и факт то что это пряжа прекрасная я с ней с ней столкнулась в прошлом году до столу писать носочки в прошлогодние видео у меня там есть и кто давно смотрит знает это ангора которая распушивается прекрасно носочки вязала такие да и пряжа прекрасно вот предпоследний раз я выписал кашемир до внучи для сарафанов добавления к стопроцентному мериносу до baby мериносу и вот не могу вязать жду до и с другими не связываюсь потому что деньги ушли 60 евро я заплатила за 3 ма . да и все и он мне деньги не возвращает веду с ним переписку борьбу да он пишет мне все время какие-то вот зайти непонятные письма и и теперь другую не могу заказать потому что предложение на амазоне есть еще до других можно там тоже ангору и меринос ой меринос ну да там есть и меринос ангору и это по-моему монгольская или китайская или вьетнамская я не знаю у нее так вот слегка такой вот как не пушок а волосинки да а потом распушивается и факту что она не лезет она не лезет дает пух он распушивается и остается и не лезет никуда не к чему не цепляется да вот поэтому мне и нравится и сейчас мне надо носки к новому году связать то что попросили до в подарок и я не могу вот это что остатки у меня есть ангора да я сейчас ночью вижу тут кое-что и потом покажу да а носки я теперь не знаю факту что и деньги не возвращает и я выписала потом еще 3 ма . ангоры и по моему тоже от этого же хозяина мы же не видим кто хозяин до когда выписано на таком сайте в россии наверно это озон называется ну вот такие как озон вайл бирис пункт у вас есть да у нас есть amazon по моему вы тоже можете на нем я не знаю да но факт то что хозяина я не вижу и по моему тоже от него потому что дошла посылка у меня вот доходит я вижу пересылку до определенного момента до стрелочки просто идут вниз и квадратики этапы какие пересекает и вот дошла до предпоследнего этапа и опять тормознулась и теперь уже за ангуру за 3 ма . 40 евро я заплатила да и представьте у меня повесили уже 100 евро на счету и все и пряжи нет и деньги не возвращает засранец но я ему рецензион напишу там такое рецензион или как называется в общем не знаю уже сегодня опять написала ему письмо пока молчит посмотрим что он не ответит поэтому это первый раз у меня такое да в общем вот это наталья и вязание да я говорю хочется смотреть людей которые без спектакля без театра да вот как есть и так есть и такие есть как ирину маркелову да смотрю смотрю татьяну кельмяшкину вот нашла наталья и вязание редко ваше видео до хочется побольше по болтушке хочется ваша жизнь как-то расскажите ли ну вот хочется бег без люди которые без подготовки вот просто разговаривают просто вот душа как льется да так она идет и у нее я хотела сказать я вот еще раз включила ваше видео уже третий раз последнее видео пересматриваю крайне да просто слушаю и вот у нее было видео я потихоньку ее все видео пересматриваю по моему уже все практически пересмотрела туда же в ленте можно вот да вот нашла канал из казахстана посматриваю да уже подписалась немного вот эти я просто youtube вот это тоже у меня в подписках есть к линии тоже есть но ее я почему-то редко смотрю очень редко вот эту девушку тоже посматриваю тоже по моему подписанная на нее много вот ирина маркелова пожалуйста есть много а вот иногда посматриваю татьяна беликова да вот ее видео тоже еще летняя значит не посмотрела значит еще не все видео вот а есть такое что посмотрел прям надо вот на канал заходить и там видно хотя вот это третий раз пересматриваю смотрите красной полосочки здесь нету да вот есть вот это смотрел вот это вот это а видите полоска тут нету а тут есть вот но в общем у нее вот вот они полоски до кое-где есть практически все я смотрю включаю поэтапно вот и вот у нее мк нашла я давно искала хочу завязать палантин палантин да у меня есть для этого пряжа и мысль уже с какой именно начну да и вот прям у нее увидела она сказал старый это ну да я по-моему по памяти уже так вспоминаешь до один из старых и у нее она дает не схема а записано на словах да на листочке я скопировала к себе вот начну палантин когда вязать долги свои доделаю в конце-то концов и потом начну потихоньку вот тут что-то видите тоже тут есть а тут нет полосок пересмотреть где-то что-то видела где-то не youtube опять youtube кстати очень сильно тоже нам вот это видео я видела ну в общем вот вам говорю да если хотите заходить поддержить хорошая женщинка вот ну что пойду я пирожок делать и покажу вам что весь рецепт показывать не буду девчули да весь рецепт показывать не буду уже миллион раз показываете еще сколько бумаг лежит он и как мне надоело это бумажная работа вот но надо что поделать надо не потопаешь и не полупаешь вот с божьей помощью как говорится сюда не сидит страдает как я с яблоками сверху сделаю да пойдем на кухню сейчас я дико извиняюсь конечно за крышку нет такое злобно ругательное видео сегодня то но это не злобно нет это не я к вам не со злостью да я к вам со всей душой мне хочется достучаться до каждого до достучаться до каждого живите по божьим заветам пожалуйста не уничтожайте друг друга до говоря о том что мы разве развитые что мы современный мир как с новыми технологиями совсем я уже не раз говорила чем мы больше развитые темы тупее а почему мы тупые мы глупые тупые люди почему потому что мы дальше от бога мы его перестали слушать почему доказательства вы их сами прекрасно знаете зависть убийство из-за зависти убийство из-за территории убийства из-за денег убийство из-за ревности что еще убийство просто потому что плохое настроение настроение я молчу про педофилию про маньяков про а вы думаете откуда это все это не до люди это люди это люди это души живые рождающиеся и потом становясь становясь такими изначально почему они становятся такими потому что соответствующие родители родители дорогие мои будьте всегда на связи со своими детьми вкладывайте в душу я тоже человек такой который не кричу на каждом углу что я люблю своих детей но я доказываю я мы не воспитаны да это большой конечно минус но я своим своей заботой до своим любовью внутренней я им доказываю всегда да я вокруг них я с ними я им всегда говорю вы есть я я есть вы все семья увеличивается я увеличиваюсь ну вот видите я увеличиваюсь это и смешно и грешно знаете я состою из соткана из своих детей до из невесток из внучки я соткана будут еще внуки дай бог я буду из них из всех сотка на понимаете я это они они это я убери одну часть все начнет всю весь пазл начнет рушится потихоньку да будьте вот такими будьте живите на одной волне со своими детьми что отцы и что матери но к матерям я с большей с большим криком с большим криком потому что только мы рожаем этих детей только нам господь доверил это дело да значит на нас больше ответственность за них поэтому не меняйте даже на мужчин если ваш мужчина настроен против даже ваших собственных детей от вас двоих до отец родной то есть не будьте на стороне мужчины если он плохо относится к вашим детям также отцы не будьте на стороне женщины не меняйте не разменивайте будьте только на стороне ваших детей вот вот тогда у нас будет будут нормальные люди людей надо воспитывать нужно о боге им постоянно говорить да потому что бог есть любовь и никак иначе и никак иначе возникают вопросы за что почему да и на все есть ответы на все мы просто их не хотим принимать если у вас есть вопросы пишите я вам напишу к чему я пришла до я также задавалась и бывает до сих пор зная ответ задаюсь и я знаю что если я задаю вопрос ко мне тут же прилетает я еще внутри в себе не договорила с богом не договорила ему вопрос ответ тут же прилетает и нравится он не или не нравится и зачастую мне не нравится но это есть ответ от бога когда мы мысленно общаемся с богом интуитивно до мысль посылаем мысль и прилетает услышьте ее услышьте ее патчи ангел он может нам нашептывать в ухо но он не может читать наши мысли у нас не слышит мысленно понимаете в ухо нашептывая мы думаем что это мысли к нам пришла от бога но когда вы задаете вопрос к богу отвечает кто этот не слышит вашего вопроса понимаете вот в чем дело будьте с ним на связи всегда будьте на связи со своими детьми живыми душами да не гробьте их отсюда и мир станет краше никто не ведитесь на лозунги и возгласы систем и всю мир дам нации системы всего мира как я говорила для меня уже с детства было понятно что есть всего две нации в этом мире нация система всего мира и нация простого народа всего мира мы всегда крайне мы всегда крайне страдаем кто мы. Любую страну возьмите. Простой народ везде крайний. За систему вам скажу. Да, иногда приходят вроде бы нормальные правители. А я вам скажу так. В какой стране получают пенсионеры, которые всю жизнь отдают производству, то есть этой стране свою жизнь отдают, тратя свое время не на детей, а на страну, на производство. Конечно, это надо. Да, это надо. Но чем отвечает правительство? Мы вроде-то делаем как для себя, для своих будущих детей, внуков, да. Но мы же их выбираем? Мы их не выбираем. Нигде, ни в одной стране мы не решаем ничего. Там все выбрано за нас. Давным-давно. Пенсионеры, хоть в одной стране, где получают соответствующую пенсию? Тому, что они отдали. Почему пенсионный возраст увеличивают? Да, мы рассчитываем на то, что нас меньше туда дойдет. Чтобы нам не платить. Мы нужны только тогда, когда с нас можно что-то взять. Так? Так. Система всего мира определенными людьми из нашего простого народа, которые вот этим патриотизмом и падшие на деньги правят, да, дают им задачу вести смуту между нами и простым народом. То есть настраиваются нация на нацию. Не так? Испокон веков. Территория на территорию. Мужчины против женщин. Женщины против мужчин. Одна партия против другой. Не так? Так. Дети против родителей. Родители против детей. Не так? Так. Это всегда было, есть и будет до тех пор, пока мы сами не возьмемся за свой разум и не обратимся к Богу все вместе. Не взвоим, не вопием, да, к нему. И отвернемся от системы. Когда о нас думали? Да никогда. Даже живя в этой стране, я вам скажу, да, я благодарна этой стране. Да, я благодарна этому правительству. Хотя не знаю даже, кому из них быть благодарным, да. Но даже в этой стране никто не смотрит на пенсионеров. Никто. Почему здесь пенсионный возраст увеличили по самые но именно потому, что надеюсь на то, что мы туда не дойдем. И так оно и есть. Туда мало кто доходит. Правильно? Правильно. Вот это все, что происходит сейчас во всем мире, это кто за те? Мы? Простые люди? Нет. Это те, кто нами руководит. Из-за денег. Из-за денег. Я в самом начале еще сказала, что система договорилась просто-напросто. Зло, да, это принять и понять никак нельзя. Но это так. Это так, девчонки, мальчишки. Я даже не знаю, ютуб может забанит мое видео. Но это так. Мы расходный материал. Вот и все. И вернусь к тому, что Господь сам урегулирует здесь на земле все. Коли он это создал, да. В Библии сказано, каждая волосинка на вашей голове пересчитана и не упадет без воли Божьей. Не упадет с вашей головы. Все предусмотрено. Вы, конечно, корректируете своими жизненными поступками или жизнями. Корректируете эту волю, да, или неволю, смотря куда вы склоняете свою голову. Но если волосинка пересчитана, если не падает она даже без его воли, как вы думаете, численность нас не по его воле? Если волосинки пересчитаны, мы не пересчитаны, он ли не смотрит за всем этим, так он с любовью. Он нас создал. Крутитесь как хотите, кричите как хотите, брыкайте ножками, как дети маленькие, падая на пол. А это так, а это так. Вот и все. Все, наверное, закруглюсь с этим, да, еще хочу сказать, что смотрю, я очень-очень много блогеров, у меня в подписках это все видно, вот так, видите, у меня телефон стоит, и я просматриваю всех, пока кручусь делами, или сажусь вязать. Вот, кого-то посматриваю, кого-то на постоянной основе смотрю, да, потому что, потому что, не успеваю, так как я еще и сама блогер, да, вот, и много чему учусь, и всю жизнь буду учиться, да, и учиться, учиться, и учиться, как завещал великий Ленин, как господь завещал, как господь завещал, не создавайте себе идолов, не создавайте ни внутри, ни снаружи, вот, да, и шапочку, которую я сейчас вижу в своей внучечке, эту шапку, одну из блогеров, блогерит, сказать, я надеюсь, не обижу этим словом, да, девочка тоже с Украины, прекрасный человечек, прекрасная мастерица, да, у нее вышла в инстаграме, я тоже подписана на нее, как она новые шапочки там вязала себе и дочери, и вот сейчас по ее мотиву, да, там ничего такого сложного, просто в инстаграме я посмотрела, она несколько строчек, можно сказать, или как показала петель, как она вяжет, да, и я подхватила, вяжу эту шапочку, покажу вам все потом, в конце-то концов теперь приступаем к пирожку, на сладенькое, на чай, да, дабы задобрить ваши души, будьте милостивы, будьте, живите в любви, в добре, в радости, радость к вам придет, если вы в добре будете жить, если вы перестанете завидовать, нету зависти белой или черной, есть просто зависть, завидуя, вот как человечество не может понять, завидуя, вы делаете только себе хуже, убивая, вы делаете себе хуже, ярость, злость возвращается к вам же, к вашим детям, к вашим семьям, понимаете, мы сами себе враги, ну вот, светик, сахар, я на глаз в этот раз, да, приблизительно у меня здесь 170 грамм, я побольше делаю порцию, да, 170 грамм масла я расцепила, сливочного, сахар, даже не знаю, вот на глаз насыпала, ну, что-то 150-170 тоже, ванильный сахар, соль, и чуть-чуть корицы, коли я с яблоками буду делать, все сейчас перемешиваю, потом добавляю яйца, муку тоже увеличу немного, да, естественно, разрыхлитель смешаю с мукой, и уже тесто, когда будет готовое, потом встретимся, ну вот все, у меня яблок получилось больше, чем тесто, муки побольше, где-то добавила, 180 грамм, где-то 180, ну, на глаз у меня весы, вообще, я не знаю, что у меня с весами, что-то у нас с ними, на любовь, вот, яблоки уложила, большой слой, конечно, поглядим, что получится, да, тесто там, маленький слой, сверху посыпаю сахаром, можно простым, можно вообще не посыпать, но я советую посыпать, вот, все будет хоккей, сама боюсь, с Богом, главное, с Богом, с Богом, все поможет, везде поможет, от мелкого до великого, везде, везде, девчули мои, я ходячий пример тому, вот, как скажу, еще к тому, что, мамы какие бывают, да, я знаю такую одну маму, которая, которая произносит такие слова, допустила произносить такие слова себе, и добавляю миндальные лепестки, вот у меня, да, вон там они, если у вас есть, добавьте, в общем, вот так вот добавляю, в общем, я знаю одну маму, которая допустила себе в присутствии своего ребенка, я уже обрали это говорила, и присутствует ее внука, сказать такие слова, такие фразы допустить, да, для меня это уже показатель, это уже все, девчонки, если у вас тоже такие мысли, если вы себя любите, любите больше, чем своих детей, да, ничего хорошего с этого не получится, и вы узнаете потом в старости, молитесь, просто молитесь, изгоняйте, просите Бога, чтобы он изогнал с вас это, да, ну вот если у вас, к примеру, приблизительно такие же мысли появляются, да, сейчас скажу, говоря как-то о войнах, да, этот человек произнес такие слова, такая мама, ой, самое главное, пока я живу, чтобы никаких войн не случилось, ну, там где я живу, да, я говорю, ну, а как же ж, дети, внуки, ну, вот ты уйдешь по возрасту, да, не считая уже того, что может быть еще и другое, да, в жизни, другие ситуации, которые подведут к смерти раньше, чем от старости, да, я про то, что, ну, ты старше, ты уйдешь первая, да, а как же дети твои, вот внуки, потом, что, а, она так сказала, самое главное, чтобы пока я живу, не было войны, а когда я умру, пусть потом хоть трава не расти, вот так вот, да, 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 и я возмутилась, а как же, ну, дети, внуки, это, это показатель не любви своих детей, а тем более уже и внуков, и правнуков, да, но для меня это шок, для меня до сих пор, прошло много-много лет, я вам скажу, приблизительно 15 лет уже прошло, я до сих пор в шоке от этих слов, да, когда я к Богу вопрошаю, я прошу для всего моего поколения, для всей земли, да, чтобы ничего нигде не было, чтобы не было никаких убийств, издевательств, зверства, да, ярости, я говорю, а как же дети, внуки, ну, а мне какая, говорит, разница, меня-то уже не будет, вот, вот, и если у вас такие мысли возникают, молитесь, вопрошайте, вот, Господь не будет с вами, да, с такими мамами, которые вот так мыслят, я уже не говорю про то, что они мыслят, я боюсь подумать, говоря такие слова, да, для меня это шок, шок шаковский, в общем, отправляю теперь в духовку, да, печься, он будет долго, также 180 градусов, да, у меня духовка разогревается, ой, сейчас мне будет тяжело нагинаться, ай, мои ножки, мои скакуны, вот, 4 разделения, да, на второй отнизу, ставлю, 180 градусов, вверх-вниз, все, 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 пирожок мой готов, моя ошибка, я добавила мало муки, поэтому, что получилось, то получилось, тесто было жидкое, закрыло полностью, яблоки ушли вовнутрь, там, это не есть плохо, это нормально, но, хотелось бы, чтобы они сверху тоже остались, да, но, да ладно, вот, сахарок, он с маслом тут соединился сверху, и, конечно же, корочка будет хрустеть, для меня самое главное, чтобы он был пропеченный, он, я думаю, что пропекся, но, именно недостаток муки, масло сыграет свою здесь роль, да, и вот, сахар при соединении с мукой, ой, с маслом, да, вот, дает вот, жидковатое, то, что оно жидковатое, вот, масло, естественно, потекло, тесто, естественно, будет жирновастенькое, ну, что есть, то есть, да, я еще добавляла 3 яйца, не 2, а 3, так как увеличила, да, объем, девчонки, добавляйте побольше муки, но смотрите, чтобы тесто у вас было эластичное, как в том черничном пирожке, который я показывала, ссылку я, если не забуду, прицеплю, да, на это видео вам, все, он остывает, я пока сейчас займусь приготовлением чая, потом сверху еще посыплю, наверное, просто для красоты, он сладкий, да, сахарной пудрой, и все, будем вкушать, все, будем вкушать, и, что вы, Продолжение следует... Продолжение следует... Отрежу кусочек, да, он еще теплый, очень теплый, весь живой, потому что, как я сказала, мало муки, масла. Не впиталось все, потому что не во что было, да. Я его перевернула, яблочки оказались здесь сверху. Ну, это тоже неплохо, да. Извиняюсь. Зачурное, извиняюсь. Ну, вот, в разрезе. Если вы добавите муки, у вас все будет хорошо. Он пропекся, но он слишком жирный, да, потому что маслу некуда было впитываться, так как муки было мало. Но он пропекся, все хорошо. Наливаем чаек. Будем пить чай. Сейчас попробуем, но не на камеру. За камеру чак, услышите, извиняюсь за свой чак. Приятного мне аппетита. Приятного мне пробования. Вкусненько. Очень вкусненько. Холодным будет еще вкуснее, так как сейчас ощущается, да, масло. Ну, червячик же, конечно. Манга дала свой привкус. Пеките, девчонки, с удовольствием и наслаждайтесь вкусной едой. Тогда, наверное, будем вкусно питаться, будем добрее, я так думаю. Это тоже частица, да, ко всему этому. Я очень-очень извиняюсь за свой сегодняшний домашний блог. Такой, с такой, даже не знаю, как сказать. Это не зло. Хотя злюсь, да, на таких людей. Ярости здесь вообще нету, да. Я к вам уже не поворачиваюсь. Уставший вид уже все. Не могу больше. Это крик души моей, да. И он очень часто приходит ко мне. Приходит такой момент, когда хочется кричать на весь мир, стучать в барабаны, да, кричать. Люди. Оставайтесь быть людьми. Оставайтесь быть людьми, да, человеками. Человеками. Уважайте друг друга. Хотя бы уважайте. Не то, что уже про любовь. Творите добро, творите любовь. Не можете творить добро и любовь. Но хотя бы не творите ярость, злость. Не надо. Оно к вам самим возвращается, к вашим детям, да. Потом мы вопрошаем, почему, от чего, к чему. Насчет того, что душа расплачивается за грехи отцов и матерей, да, бабушек и дедушек. Нет. Не верьте в это. Каждый расплачивается за свою прошлую жизнь. Каждый приходит сюда для того, чтобы очиститься. Для того, чтобы пойти к Отцу нашему Небесному, да, в его дом. Войти, переступить порог рая, да, как мы его называем. И остаться в вечном покое, в любви, в радости. Для этого мы должны пройти каждый свой путь. И у каждого свой путь, да. И у кого-то он длинный в несколько жизней и в очень несколько. У кого-то покороче, а у кого-то совсем короткий. А сознание и разум всегда должны присутствовать, да. Верьте в то, когда Господь этот мир создавал, да, и нас, людей, тем более, по подобию и по образу. Он не думал о том, что и вот эту систему бумеранга, да, как мы его любим называть. Он не думал о том, во что мы можем превратиться. Что мы можем вытворять и творить. Как мы можем убивать друг друга. Не только делами, но и словами даже. Подчас словами мы убиваем друг друга. Поэтому он от нас в шоке, конечно. Но он продолжает нас любить. Всякие, потому что мы его дети. Помните об этом и знаете точно. Он нас любит. Проявляйте уважение. Все. Всем всего самого прекрасного. Будьте в разуме. Будьте в благоразумии. Пусть Господь вам посылает свои благословения и благословения, если это две разные вещи. Делайте этот мир добрым, радостным и, самое главное, мирным. Не идите с оружием. Не берите его в руки. Не покупайте его своим детям даже в игрушках. Идите с добром. И добро придет к вам. Все. Извиняюсь еще раз перед всеми, кого обидела или задела. Ну вот так вот. Пока-пока. Люблю, ценю и уважаю. Вот так вам посылают свои воздушные поцелуи. Все. Пока-пока. Собираем видео для вас. Он сразу уходит. Как всегда. Бери хвост. Он как будто вас боится, что ли. Камеру на рост. Смотрите, что ли. С ним сразу изменения происходят. Залез же мне. Я сидела вплотную. Ты что, женщину позоришь, оголяешь. Вплотную к креслу, да. Он не протиснулся. Мне здесь, бог осознелся, трется теперь об меня. Об вас, то есть. И вот, видите, как всегда. Уберите свой попин. У меня там белье занесло. В общем, вот так мы собираем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok